здравствуйте уважаемые зрители канала неизвестная история россии мифы и факты сегодня мы предлагаем вашему вниманию наше исследование на тему почему русские не похожи на других славян прежде всего нужно разобраться с этим тезисом который иногда утверждается просто безо всяких доказательств в него предлагается поверить и все а почему это русские не похожи на других славян может быть как раз наоборот очень даже похожи на кого же они больше похожи чем не на других славян с точки зрения лингвистики конечно у русских больше всего общего именно с другими славянскими народами русский язык относится к славянской группе языков но языковое родство еще ничего не говорит о генетическом родстве афроамериканцева тоже говорят на том же английском языке что и потомки колонистов с британских островов русские конечно более разнообразны по своим физическим типом чем любой другой славянский народ достаточно просто взглянуть на них чтобы в этом убедиться но опять же если на большинство русских большинство чехов или особенно сербов или болгар похоже не очень сильно то уже с поляками у русских гораздо больше внешнего сходства в наше время популярны сравнительно генетические исследования они тоже дают по усредненным выборгам такое соотношение русские в массе ближе всего к белорусам и полякам даже украинцев среднем немного дальше но русские делятся на географические группы если русские средние полосы россии действительно ближе всего к белорусам и полякам то южные русские как раз имеют больше сходства с украинцами а у северных русских присутствует заметная примесь крови финских народов еще раз подчеркнем что это выводы источных генетических исследований они просто оценка на глазок но наверное нагляднее всего выражаются отличие русских от других славян в политической области есть два показателя выделяющие русских из остальной массы славянских народов 1 русские по своей численности превосходят все остальные славянские народы вместе взятые 2 русские на протяжении долгого времени были единственным славянским народом у которого имелось собственное независимое государство да не просто собственное и независимое а еще и самое большое в европе и одной из самых больших в мире за всю историю цивилизации посмотрим на историю славянских государств в седьмом веке возникают государства южных славян болгария сербия и хорватия в девятом веке возникают государства восточных и западных славян русь польша и чехия что происходит с ними потом начиная с 11 века государства южных славян время от времени бывают завоеваны то византии то венгрии пока наконец в четырнадцатом пятнадцатом столетиях они все не попадают под власть турции и пребывают в таком состоянии больше четырех веков только в конце девятнадцатого века снова восстанавливается государственное бытие сначала сербии потом болгарии чехия тоже время от времени подчиняется разным государством германии пока в начале 17 века ровно за три столетия не утрачивает независимость дольше продержалась польша но в конце 18 века и она прекратила свое государственное существование причем одним из разделщиков польши стала россия и так большую часть 19 столетия единственными славянскими государствами в мире была огромная россия до крохотной черногории в балканских горах примечателен в этой связи тост предложенный императором александром третьим за моего единственного друга князя черногорского эти слова как нельзя четче подчеркивали историческую уникальность положения русского народа и русской государственности во всем славянском мире очевидно что такая уникальность русского народа не является следствием одних только географических факторов мол русские только потому и сумели создать великую державу что оказались на самом краю славянского мира ведь славянскими народами цивилизация на востоке отнюдь не заканчивалась и русским прежде чем создать великую империю пришлось долго конкурировать на востоке с тюркскими государствами наследниками золотой орды видимо у русских изначально были какие-то черты позволившие им создать прочное и обширное государство хотя возможно эти черты выработались и были усилены именно географическим положением что это за черты здесь уместно привести характеристику составленную в начале двадцатого века выдающимся чешским словистом любором нидерле он сравнивает в целом славянские народы и опять же таки в целом народа германской языковой группы прежде всего немцев по его мнению славянам присущи следующие черты склонность к свободе и демократии переходящие даже в анархичные формы склонность к сентиментализму скептицизму мистицизму и постоянному размышлению склонность к увлечению тем или другим делом в то же время славяне обладают меньшими способностями завершать дело и утверждать его обладают меньшей силой воли зато им свойственно склонность к высокой справедливости и общему миролюбию к приветливости и искренности все эти черты отличают славянский характер от германского хотя они и не выражены у всех народов одинаково даже очень не одинаково потому что большая часть перечисленных нидер ли черт не присуще русскому народу в характере русских четко выражена способность доводить начатое дело до конца даже из упрямства когда видно что этот конец не будет хорошим огромная сила воли и в то же время наклонность не столько к свободе и демократии сколько прежде всего к твердому и прочному порядку зато приверженностью к высокой справедливости миролюбию приветливости и искренности русские обладают как раз в очень незначительной степени причем настолько что недостаток этих в сущности весьма положительных качеств создает постоянное неудобство самим русским в их гражданской жизни таким образом если взять критерии выделенные нидер ли за отправные при характеристике славянского менталитета в его отличие от менталитета германского то нетрудно увидеть что русские будут ближе именно германскому психическому складу нежели к общеславянскому но теперь давайте посмотрим а почему отмеченные качества русского народа не следует считать славянскими вспомним еще раз что русских больше чем остальных славян вместе взятых не правомернее ли поставить вопрос так почему другие славяне так отдалились от общеславянского типа который характерен для русских что утратили большинство качеств исходно присущих славянам представляется что именно такая постановка вопроса наиболее уместно если взглянуть на историю и современное состояние славянского мира ответ на этот вопрос будет по всей видимости корениться во влияниях католического запада и мусульманского юга в притоке романской и тюркской крови между тем русские славяне в наибольшей частоте сохранили и славянский генотип и славянский менталитет для того чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории россии а также разбор выдуманных мифов которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору подпишись на канал и поставь лайк мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю россии